привет дорогие зрители сегодня у нас доброе доброе утро много солнца наконец-то дожди прошли я сегодня хочу вот для этих штучек сделать органайзер фольга кухонная вот это вот клеенка да и еще одна я хочу сделать органайзер из картона взяла обыкновенный вот такой картон из-под молока затем буду использовать соломенный коврик веревку и пробковое полотно внутреннюю часть органайзера обделаю клинкой клейкой лентой извиняюсь я измеряю самый высок это моя кухонная пленка и она у меня получается 30 32 с половиной сантиметра я беру картон на 34 сантиметра потому что у меня другие они например фольга она намного ниже это самая высокая и на 37 у меня получается высота то есть высота 37 она будет выглядеть вот так и ширина 34 то есть 34 в окружную потому что я буду это все сворачивать и теперь этот картон из-под молока я что с ним делаю я беру линейку или можно в стол это и вот каждый ручок вот так вот прогибаю чтобы потом нам можно было свернуть хорошо это изделие круговую проминаю получается вот такие рубчики и теперь нужно мне скрутить это трубочку помять хорошенько на внутреннюю часть я приклеить теперь бумагу так как она у меня будет рыжеватого такого цвета я взяла вот примерно бумагу можно обклеить старыми обоями какими-то такой гладкой бумагой и даже клеенкой я обрезаю нужный размер и в клею этого внутрь я приклеила теперь обязательно нужно чтобы с краев у нас оставалось тоже примерно сантиметра три-четыре чтобы подвернуть и обработать этот край чтобы у нас тоже был красивым поэтому можно обклеить тоже тесьмой например или тканью на ваше усмотрение что у вас есть под рукой чем вы хотите но так как это кухня лучше делать конечно вот такие элементы которые можно мыть которые протирать которые не впитывают лаку итак я отклеиваю затем мне нужно сделать форму трубы я нагреваю пистолет с горячим клеем и на три сантиметра на три-четыре накладываю вот таким вот образом приклеивать буду край итак зеленым фломастером на расстоянии три сантиметра я отмечаю где мне вот этот край приклеить хороший ровный край во внутрь пускаем можно его тоже обклеить и хорошенько приклеиваю горячим клеем сначала промазываю край а затем я приклею уже следующий край то есть сначала нижний который вот и затем здесь край тоже хорошо нужно потому что здесь будет вход у нас и накладываю затем еще приподнимаю и приклеиваю еще раз то есть вот здесь я имею ввиду вот это место проклеиваю прохожусь клеем проливаю и проклеиваю будет изделие у нас плотным очень хорошим крепеньким так что делаем на совесть теперь верхнюю часть я оставляю делаем но прорисовываем круг и вырезаем примеряю если хорошо подходит то я его тоже отклеиваю приклеиваю с этой стороны клейкую пленку обрезаем миллиметр больше другую сторону я обклею пробковым полотном буду приклеивать на горячий клей это пробковое полотном продавалась в магазине тэдди корк кролли называется и 30 с половиной на 60 сантиметров стоило 2 евро сейчас не знаю если нет покупала уже давно проливаю хорошенько клеем особенно по краю и быстренько приклеиваю кто делает со мной осторожно не обожгите руки клей горячий будьте предельно осторожны так прижимаем аккуратненько и обрезаем лишнее теперь приклеиваю тубу снизу у нас в корк то есть не корка как он называется по-русски пробковое полотно и здесь я хорошенько приклеиваю нижняя часть готова можно еще проклеить но я тут буду приклеивать еще и пробку и веревку поэтому этот край пока оставим ровненьким таким теперь я возьмусь за верхнюю часть беру мой коврик располагаю вот таким образом вот и уже тут край в принципе хороший я могу приклеить не отрезая этот край я приклею вот таким образом и начну вот с этого шва где у нас шов и затем сюда же вернусь оставлю вот здесь такое расстояние и не нужно обрезать коврик получается видите поэтому я посмотрю здесь сколько мне оставить оставлю сантиметр и начну клеить и здесь тоже вот два сантиметра ступлю пока потому что мне нужно будет туда подставить еще обрезанную часть поэтому я здесь начинаю клеить и так приклеиваю я сначала край хорошо вот этот край и затем прохожу по всей длине так прошлась по всей длине и прижимаю мой коврик здесь я оставила два сантиметра как я сказала выравниваю край чтобы здесь было ровно-ровно убираем нитки которые тянутся можно обрезать эту часть у кого она есть можно оставить так и так теперь я разворачиваю коврик и проклеиваю уже дальше уже теперь здесь удобнее если не объяснять и не показывать то идея изделие делается очень быстро и получается очень красивым на мой взгляд поэтому вот кому интересно сделайте себе такие вещи ведь уже приклеила здесь немножко сейчас оторву ну в принципе мне тут полтора сантиметра хватит чтобы подогнать вот этот край теперь я смотрю сколько мне оставить вот намечаю так где-то здесь и надрежу затем обрежу весь мой коврик уже с лицевой стороны вот по этой линии получается обрезать буду и теперь этот край я подставляю вот сюда и приклеиваю и приклеиваю главное чтобы здесь был ровный край подталкиваем я приклеила нижнюю часть теперь но если конечно коврик ровный то совпадут и нижние вот эти вот стороны теперь я переворачиваю и промазываю края но не до конца где-то два миллиметра не дамазываю чтобы клей не выступил и приклеиваю нижнюю часть получается уже вот так вот симпатично и я беру пробку мне нужно измерить сколько мне приклеить вот здесь до этой линии притык приклеить пробку я беру ручку прикладываю стык и здесь отмечаю затем я измеряю ширину отмечаю и окружность моей тубы можно также использовать искусственную кожу дерматин ткань которая не сыпется и также можно использовать клей быстросохнущий какой у вас есть я взяла немножко побольше потом я это все обрежу ровненько ну раз здесь стык так и сделаем я опять оставлю здесь два сантиметра не приклеенным и обклею этот край хорошенько проливаю клеем ниже на два сантиметра подсоединяю пробку и хорошенько ее приклеиваем и дальше так как здесь у меня получается толстовато я не знаю даже оставить так стык или сделать стык наверное сделав стык и так и этот шов склеила в стык и теперь вот чем хороша это вот пробковая ткань хотела сказать пробковая эта вещь она какая-то прорезиненная такая очень удобно с ней работать прям как замшевая теперь я хочу обклеить этот край этот стык и немножко пойти наверх чтобы наше изделие было аккуратным и красивым и так я обклеила дважды здесь вниз и здесь щель тоже мы поднимаемся немножко наверх и тоже обклеиваем сверху по пробке по краю я приклеила два ряда опять и хочу здесь еще склеить здесь я тоже приклеила два ряда веревки можно было обклеить но мне нравится так с тесьмой вроде как нарядней вот на ваше усмотрение можно и тесьму приклеить в принципе да не веревку ну так по цвету походит и теперь хочу здесь вот тоже обклеить этот край тоже веревочкой так же как и снизу сначала я приклею внутри и выхожу вот сюда вот уже потом на наружную сторону вот такая вещь у меня сегодня получилось снизу сбоку сверху и теперь я могу сложить ой 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 все мои роли как по-русски то до фольгу сюда пищевую пленку так посмотрим как это выглядит но осталось еще обжечь вот эти все волоски от веревки и будет уже потом очень красиво и аккуратно и так смотрите все прекрасно помещается фольгу но и сюда еще четвертый рулончик даже влезет я специально сделала побольше просто прекрасная вещь у меня как раз высота 40 сантиметров шкафчиком можно ее поставить можно ее вот так положить просто прелесть мне очень нравится не знаю как вам вот но если вам нравится тоже делайте такие тубы для вот фольги для пищевой пленки как по мне так это очень нужная вещь для кухни я думаю что настоящие хозяюшки оценят такую штучку если вам понравилось делайте своими руками с вами была мила на сегодня все о чем я хотела поделиться и у меня еще есть одна прекрасная идея тоже для кухни но мы ее уже сделаем следующий раз всем всего самого наилучшего здоровья счастья и хорошей погоды у нас она сейчас очень разная так что всем хорошего настроения особенно погоды внутри на душе как говорится ну все целую люблю всем пока пока